Дорогие товарищи, враги открытого общества! Значит, мы свое выступление писали вдвоем с Дмитрием Кузьминым, не только для того, чтобы получить двойной регламент, а потому что мы в составе Ленинградского комитета и идеологической комиссии, вместе с профессором Огородниковым отвечаем за организацию и теоретическую учебу. И нас все время волнует вопрос, как привлечь людей, особенно тех, которые не имеют советской какой-то основы, школы, которые выросли уже в новых буржуазных условиях и где-то понаслышке чего-то такое знают. В этой связи, наблюдая за нашими старыми кадрами, опытными, хорошими, которые жизнь отдадут за коммунизм, сплошь и рядом сталкиваешься с такими объяснениями, что ну ты что, коммунисты это те, которые самые, они за трудовой народ, они за рабочий класс, они последнюю рубаху отдадут там, они за советскую власть. То есть, что угодно. И при этом упускается из виду главный определяющий признак коммунизма, его научность прежде всего. Вот поэтому мы постарались перед началом учебного года взять вот тему из мечты в науку, для того, чтобы сделать заход к этой аудитории, к этим нашим товарищам. И в этой связи построили мы свое рассуждение таким образом. Мы все знаем Ленинскую работу, три источника и три составных части марксизма. Знаем, что эти части французский, утопический социализм, значит классическая политэкономия, английская и немецкая философия соответственно. И вот коммунизм в виде утопического социализма, в виде мечты людей о справедливом обществе, обществе равенства, безусплодации и так далее, он существовал с незапамятных времен. В различных модификациях, в том числе в виде различных религиозных каких-то представлений. При этом вот очень интересно заметить, что с нашей точки зрения, с созданием более сложных религиозных моделей, так, сплошь и рядом, вот это представление о справедливом обществе, не здесь, не на земле, а где-то там, так сказать, оно сопрягается с необходимостью решения социальных каких-то вопросов, или по крайней мере упоминает о них. Поэтому в Библии можно найти, некоторые наши коллеги по левому движению даже строят определенные модели, там, Христос был первым коммунистом, да, можно найти, что не копи там сокровищ на земле, кто не работает, да тот и не ест, да, скорее верблюд пройдет там через угольное ушко, чем богатый попадет там в рай. И все это в конечном итоге подходит к тому, что Христос выгнал нам, менял из храма, так, и мы даже этот образ употребляли в докладе Сергеева на 28 съезде партии, вот старики помнят. Все это говорит о том, что в виде мечты коммунизм существовал всегда, или прочее, прочее. Но, естественно, мы знаем, что вот эти, по выражению Маркса и Энгельска, ранний революционно-романтический дух христианства, правящие классы очень успешно обработали, переработали и поставили на службу, так сказать, обеспечения устойчивости сегодняшнего общества капиталистического, превратив, ну, в своеобразный способ управления людьми. Так. Отсюда очень удобно перекидывать мостик, значит, к главному открытию Маркса. Главное открытие именно в том и состоит, что они коммунизм, вот из-за этой мечты, превратили в науку. Каким это, и с тех пор мы научность коммунизма, значит, употребляем как главный ухоактивистик. Так. Вот каким образом это показать, что ли, и доказать? Удобно. Что такое наука? Где вообще начинается наука? Наука начинается там, где из результатов многочисленных опытов, наблюдений, статистических, устанавливается причина следственной связи. Так. Значит, определенные причины всегда вызывают определенные следствия. И это процесс однозначен, так. Это основное свойство научного обобщения. Значит, его объективность делает его универсальным, этот метод. И в этом его основное отличие от религии. Именно поэтому религия существует, черт не знает сколько, да? А наука, она как таблица умножения. Она одна на весь мир. Вот и наука одна. Нету христианской, нету демократической, нету национальной, хотя употребляем там английская политэкономия классическая. Одна наука на всех. Так вот, в связи с этим, в связи с этим обращаемся к нашему букварю. И кое-кто не считает предисловий, да? А сразу берется за это самое. Между тем, в предисловии, значит, подчеркнутый, Энгельс подчеркивал, да? Что главным нашим открытием является именно установление вот этой закономерности. Соответствие социального, общественного устройства, значит, тому способу производства и производственных отношений, которые в этот момент господствуют в обществе, да? Вот дословно слова, значит, его звучат так. Основная мысль, проходящая красной нитью через весь манифест, это мысль, что экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической эпохи, образует основу ее политической и умственной истории. Что в соответствии с этим, вся история была историей классовой борьбы между классами эксплуатируемых, эксплатиторами и так далее. Кроме, он оговаривается, первобытного общинного коммунизма. Так? На этом. И вот, когда мы с этим вот фактом знакомимся, вот для людей мысляющих причинно-следственная связь, она является сильнейшим аргументом. Смотри, действительно, первобытное общинное общество, затем рабовладельческое, ну и соответствующая система, которая показывает, как орудия труда развивались. Дальше феодальные, дальше капиталистические, далее, как учит у нас профессор Казенов, гипотеза о том, что должно дальше следовать вот это самое коммунистическое, бесклассовое, поскольку тормоза и прочее. Как и Маркс рассуждает. Молодец. И я вас всех призываю присоединиться к Казенову с Марксом. Тогда будем. Не будем делать пульт. А наука, наука, да, наука со времен, значит, Франсиса Беккена, мы используем вместе формулу знания, сила. И более того, его образное выражение, что, значит, хромой калека на, значит, идучи пешком по прямой линии, который знает путь, может обогнать всадника на самом резном рисаке. А если этот садник еще, так сказать, делает дугу от незнания, то чем он быстрее будет по этой дуге, значит, описывать круголя, тем быстрее и на большее расстояние его этот калека обводит. Это ведь я к тому, что этот аргумент для людей мыслящих, для людей с определенным уровнем образования, в том числе технического образования, является очень сильным побуждающим фактором, значит, для того, чтобы действительно изучать, раз это наука. Особенно, я подчеркну, для людей вот с хорошей технической подготовкой, а таких все больше и больше в обществе, потому что вот этот круг людей, инженерный корпус, они, в общем-то, привыкли опираться на достижение титанов, да? Никто из нас не берется там, давай я буду перепроверять там первый закон, второй термодинамики. Они принимают это как данность и дальше, значит, двигаются вперед. В этой связи небольшое лирическое отступление из собственного жизненного опыта. Сижу я студентом, наверное, третьего курса, воинмеха, и готовлю конспект по материализму, империю критицизма. Работа эта невеселая, понятного мало, и что-то тут тумствуют, и там какой-то махизм, и винаре какой-то, еще что-то. Заходит отец, офицер там, ну что, как у тебя там дела? В отпуск приехал. Там вот, говорит, что-то тут понаписали, скук-скукой, зачем мне это надо, я газодинамик, я буду траекторию считать, там ракеты запускать. Он говорит, ну постой, постой, ты посмотри, вот как здесь Владимир Ильич изящно доказывает материальное единство мира. Я говорю, где ты тут нашел? Он говорит, посмотри, а там цитата, да, примерно. «Материальное единство мира подтверждается схожностью форм дифференциальных уравнений, которые описывают физические процессы абсолютно разной природы». Я думаю, что это действительно, дедушка Ленин, сравнись с сегодняшними мыслями наших президента и премьера, который там духовность, соборность, там святых вспоминает, еще чего-то про древнюю русский дух. Поэтому, значит, еще раз, вот эта мысль, что надо уметь нам преподносить вот этот признак, значит, коммунизма главный, научность его. И отсюда можно строить мостик для того, чтобы показывать, как дальше. Маркс развивал, превращал это уже не просто в науку, а и в теорию, и в практику, да. Потому что Маркс, как настоящий ученый, причем материалист, значит, высказывался, и мы часто с вами употребляем эту формулу, что философы до того лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить. Между прочим, кто не знает, эта фраза написана, да, в памятнике в могильном Маркса в Лондоне, на каком-то там кладбище. Так вот, значит, как настоящий материалист, далее, значит, он в своих работах, я бы начинал, да и все мы начинаем, все равно с манифеста коммунистической партии, значит, разрабатывал и теорию капитализма, и, соответственно, выходы на то, как его изменить. Не просто он когда-то сам изменился, а как изменить, что для этого надо делать, кто будет делать и прочее, прочее. Генеральным его трудом, гилектическим является капитал, где он, анализируя первую клетку капитализма понятия товар, показывает, а, его двойственность, дальше показывает, как из товарного производства произрастает, всегда произрастает капитализм на определенной степени, когда товаром становится в том числе рабочая сила, и как в условиях капитализма очень демократично, на законных, правовых основаниях каждый день, каждый час происходит эксплуатация, да, методом присвоения неоплащенного труда. Что бы хотелось еще подчеркнуть, и очень оно, ну, как бы сказать, хорошо усваивается людьми, что вот, посмотри, даже уже в букваре, в манифесте Коммунистической партии, Маркс напоминает, по крайней мере, или обозначает такие вещи, которые, а, крайне важны, б, абсолютно необходимы сегодня в нашей с вами работе. Это и, так сказать, постоянная классовая борьба, вся история, так сказать, история борьбы классов. И два класса, которые неразрывно в единстве на производстве, буржуа и пролетарии, и их борьба, которая абсолютная, так, значит, показывает, что все это должно разрешиться революционным поворотом, взятием власти, и вообще, коммунисты считают презренным делом скрывать, да, что только насильственным путем они могут. Выразил суть нашей теории уничтожения частной собственности, потому что именно частная собственность является основой этой самоэксплуатации, которая идет. Более того, бросил сразу камень в огород наших оппортунистов, которые парламентаризм за равнодовластие выдают. Буржуазная демократия, это когда раз там в пять лет приходишь и выбираешь, кто будет тобой управлять и обеспечивать это управление в следующий период. Все, все, все практически здесь выдают и прочее, прочее. Указывает с выходом, что коммунизм это то общество, где свободное развитие, так сказать, каждого является условием свободного развития всех, хотя по диалектике вроде можно и наоборот, не хуже звучит так. И пролетарии всех стран соединяйтесь, показывая, что одинаковые задачи перед пролетариями всех стран. Нет какого-то особого, значит, социализма, коммунизма китайского, вьетнамского или еще какого-то. И только в соединении можно эту задачу решить по всем этим делам. Значит, Владимир Ильич Ленин, как мы помним, подтверждал, а самое, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Так верно оно именно потому, что оно научное, потому что оно... И, кстати, подтверждено практикой. Октябрьская революция и строительство социализма СССР подтвердили. Вот эту теорию уже подтвердили практики, она вошла в жизнь. При этом, значит, я лично люблю вот это подтверждение, хотя некоторые товарищи это самые критикуют или что. Даже Лев Давыдович Троцкий, который был ярым противником, ну и лично Сталина и той модели социализма, которая у нас реализовывалась, вынужден был, значит, признать, да, что с господами буржуазными экономистами спорить более нечем. Социализм доказал свое право на победу не на страницах капитала, а на хозяйственной арене, составляющей шестую часть земной поверхности. Не языком диалектики, Иван Михайлович, не языком диалектика, а языком железа, цемента и электричества. Троцкий. Троцкий. Ну, в данном случае он прав. Владимир Ильич, помнишь, говорил, меньшевики много раз по большому счету доказали, что они являются агентами империализма. Много раз. Но это не означает, что меньшевики во всех вопросах были неправы. Бывали случаи, когда они... В данном случае Лев Давыдович говорит правильно. И остались железом, но не гляньте. Да, это мы сейчас перейдем. Мы сейчас с этим самым перейдем. Я хочу сказать, что дальнейшая практика строительства социализма в СССР, в том числе, временное поражение, о чем уже люди говорили, это тоже доказательство правоты теории Макса. Потому что, когда следовали теории, тоже ошибки совершали, но когда в основном следовали теории, был подъем, рост, продвижение вперед, развитие. А когда отступили от науки и стали терять эти качества, тогда стали идти по нисходящим вниз и так далее. Отступление, как мы все знаем, но вот в этом случае удобно это показывать и рассказывать, прежде всего, конечно, прошло по двум направлениям. Первое, это отказ от диктатуры и пролетариата и в теории, и на политической практике затем. А второе, это попытка развития социализма на основе товарного производства. И даже в конце, в программном плане, курс на рынок, против которого мы с многими сидящими в этом зале пробовали противостоять на известном 28-м последнем Горбачевском съезде КПСС. Потому что развитие непосредственно общественного характера производства в этом должна быть социалистическая, коммунистическая тенденция. Тенденция, ведущая к бесклассовому обществу. Но жизнь не останавливается, борьба продолжается. Если говорить сегодня вот о сложностях, я бы так сказал, которые переживает учение Маркса, наше с вами учение, то оно описывается теми словами Владимира Ильича, с которых он начинает работу государства и революции. Напоминаю, с учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы, которые при жизни великих революционеров платили им постоянными преследования, встречали их учения с самой дикой злобой, с самой бешеной ненавостью, с самым бесшабашным подходом лжи и клеветы, после их смерти делают попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для утешения угнетенных классов. И одурачивая их, выхолачивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его, ну, грубо говоря, кастрируя, так, чтобы... Значит, именно по таким рецептам сегодня действует не только буржуазия, но и оппортунисты, например, из евролевых партий, да, там целый их спектр, в том числе с образованием партий по законам, по евроконституции, с соответствующими финансированиями и так далее. И именно такую политику ведут революционисты, в том числе, по нашему мнению, товарищи, к сожалению, из Китая и наши отечественные ренегаты из КПРФ. Это у них социализм возможен на основе товарного производства, там, с соответствующими оговорками и умными советами. Это у них истинное народовластье может строиться методом парламентаризма. Это у них путь социализма через правительство народного доверия может пролегать и так далее. Интересный момент, что в мае конференцию 200-летия Маркса проводили КПРФ, значит, в Москве, значит, с приглашением из 38 стран различных докладчиков и не только коммунистов там, но в основном они считали левые марксисты и так далее. И вот и не только с размахом. Пятизлездачный отель, как мне один из участковых. Виктор Аркадьевич, я первый раз познакомился, что такое электронное унитаз. Нажмешь кнопку, подогревается. Нажмешь, смыв слева, справа, спереди. Но это не важно. Дело не в этом. Дело в том, что целый ряд выступающих на конференции начинали свои выступления, уважаемые дамы и господа. Кроме того, один наиболее продвинутый вперед представитель азиатского, скажем так, коммунизма начал с поздравления всего присутствующего контингента и особенно российских, так сказать, товарищей с победой Владимира Владимировича Путина на президентских выборах. Потому что это залог, значит, стабильности и шага вперед по пути противостояния американскому империализму и так далее и тому подобное. Поэтому, значит, коммунисты всего мира должны сделать выводы из совершенных ошибок. И один из главных этих выводов в том, что коммунизм это наука и относиться к нему нужно, как к науке. Мы уже с вами про один памятник вспомнили, который на кладбище у Маркса, что надо знать, как преобразовывать мир, да? А вот на другом памятнике, нам немецкие товарищи рассказывали, немецкие рабочие на памятнике Маркса Энгельса написали «Ничего, в следующий раз получится лучше». Вот мы тоже в этом уверены, поэтому всем нам успехов в этой борьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ